Еще небольшой кусочек до перерыва. Это будет небольшой семинар по анализу выживаемости, который Надя Дмитриева приготовила задание, и мы с вами попробуем их обсудить. Надя Дмитриев. По три где-то человека, я смотрю, по четыре есть. Надя раздаст сейчас вам таблицы с данными по выживаемости от различных раков. В течение 10 минут каждая из групп проанализирует таблицы, и потом будем друг другу докладывать результаты вашего небольшого анализа. То есть буквально 10 минут на подготовку. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Смотрите просто. Так. Где тут? Смотрите только на цифры, которые представляют по всей Европе выживаемость пятилетняя, по отдельным регионам посмотрите отличия за 5 лет. По возрастам общий только показатель, потому что это за всю Европу мы здесь не сможем разделить по странам, и соответственно различия выживаемости между мужчинами и женщинами, то есть только пятилетняя колоночка и общий показатель. Но потом, когда будем смотреть на графики, попытаться объяснить, да, с каким фактором связана тенденция, там увеличение или снижение выживаемости. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . . . . Ну что, я думаю, уже какие-то варианты ответов уже подготовили наши участники. у кого была меланома? Да. У кого была меланома? Тогда с нее и начнем. Сейчас слайды настроим. У нас была меланома. Мы сцентрировали свое внимание на странах Восточной Европы, потому что у нас этот график по выживаемости пациентов очень сильно отличался от остальных стран. И в таблице у нас получается по странам Восточной Европы мы сразу видим, что у нас возраст зависимая пятилетняя выживаемость у пациентов заметно отличается от всех остальных стран. То есть мы видим, что у пациентов выживаемость меньше. Мы предполагаем, что это связано с не очень хорошей… Спасибо. Вот у нас, значит, возраст зависимая пятилетняя выживаемость ниже, чем у всех остальных стран. Мы предполагаем, что это связано с несвоевременной диагностикой, с не очень хорошо настроенными методами скрининга, потому что всем известно, что чем позднее опухоль у нас новообразования выявлена, тем хуже эффективность лечения. Не знаю, правильно ли мы решили. Да, конечно. Совершенно правильно. Спасибо. А что? Тенденции? Да, график. Все, следующий. Нет, секундочку. У вас еще вот такой был график. А я сразу про него сказала. Страндами. Там одновременно, да, листаем? Ага. Это я листаю, да? Ой. Он так быстро. Он проскакивает. Мы просто сразу обратили внимание как раз на этот график, потому что у нас отличался от всех остальных стран, поэтому мы и стали обсуждать именно заболеваемость меланомы в странах Восточной Европы, то есть как раз там Польша, Болгария, Чехия и так далее. Ну а эти страны, у них у всех все примерно одинаково. То есть это говорит о том, что, наверное, лучше у них программы скрининга, наверное, вовлечено население, да, в какие-то программы скрининга. Ну это выживаемость, не заболеваемость, это выживаемость. Она влияет от лечения тоже. Нет, ну а я говорила, что если чем раньше мы опухоль выявляем, новообразование, тем у нас эффективнее лечение. То есть, ну понятно, что если пациента выявили на четвертой стадии, то, наверное, тут уже лечение говорить эффективно сложно. Да, но в то же время, если мы посмотрим на этот график, особенно это видно хорошо здесь, что тенденция к улучшению выживаемости, да, в то же время для Восточной Европы она даже чуть-чуть больше, чем для остальных европейских государств. Ну здесь вообще нет никаких, ну как бы сказать, разбросов и так далее. То есть я думаю, что здесь все в пределах ошибки у них, ну а здесь, да, процентов на пять у них выживаемость возрастает. Согласна. Спасибо. Спасибо большое. Следующая группа. Цервик Сутери. У нас представлена таблица по выживаемости, значит, женщин Европы по раку шейки матки. Значит, здесь мы видим, что выживаемость зависит от возраста женщины. Чем моложе женщина, тем выше выживаемость. К примеру, от 15 до 44 лет пятилетняя выживаемость составляет 80,3 и более 75 лет 24,4 – это абсолютная выживаемость. И также видим, что здесь представлены Северная Европа, Великобритания, Ирландия, Центральная Европа, Южная Европа и Восточная Европа. И у них пятилетняя выживаемость несколько различная. Но вот на среднем графике представленном мы видим, что, значит, в среднем это относительная выживаемость в среднем, вот в средней табличке, она составляет в среднем по Европе 62,4 и выживаемость выше вот те, кто, получается, правее вот линии у нас, зашел за линию. Ну там выше 60, да? 62,4. Да. Линия проведена где, 60%, да? 62,4. Значит, и те, кто правее этой линии, у того выживаемость выше. А почему ты думаешь, что в Восточной Европе выживаемость самая низкая? Почему? Ну, потому, вообще причины какие могут к этому приводить? Как ты думаешь? Ну, я думаю, что, во-первых, значит, эти страны, так сказать, постсоветского пространства и по сравнению с другими странами, значит, во-первых, скрининговые программы действуют у них недостаточно длительное время, а это, значит, говорит об уровне организации, о накопленном опыте и менталитете населения, отношении к скринингу. Поэтому, вот, наверное, это сказывается. Но нужно сказать, что выживаемость увеличивается. Ну, это вот представлено вот на данном графике. Вот у нас 1999-го показано по 2007-й год. И мы видим, что во всех абсолютно, значит, странах Европы выживаемость постепенно увеличивается. Достоверная выживаемость только в Центральной Европе, в Южной и Восточной. Но в среднем по Европе тоже она у нас почти является достоверной. Ну, нужно сказать, что в европейских странах на сегодняшний день широко развернутый скрининг рака шейки матки. Это касается скрининга на вирус папилломы человека, что является, ну, достаточно эффективным мероприятием. И вовлечено в это мероприятие достаточно большое количество женского населения. Вот таким образом. Да, совершенно верно. Спасибо. Рак почки, как мы видим здесь, преобладает в Ирландии и Великобритании. И заболеваемость максимальная за счет мужского населения в возрасте от 65 до 74 лет. И также… Как мне выйти на график? Да. И как мы видим здесь на графике, выживаемость очень низкая среди населения Великобритании и Ирландии. Вероятнее всего, это связано с тем, что пик заболеваемости приходится на возраст от 65 до 74 лет. И, собственно, как мы знаем, этот же возраст является основным по выявлению других заболеваний. Поэтому я считаю, что здесь выживаемость низкая только за счет того, что имеется сочетанная патология, в частности, возможность сердечно-сосудистая. И это не связано с тем, что лечение либо скрининг плохой, а именно в связи с тем, что возраст и продолжительность жизни мужского населения довольно невысокая. Да, новое лечение непривожимое. Вряд ли, что это влияет, потому что гистологический тип. Но вы знаете, в 75 лет очень сложно вылечить, мне кажется, рак почки, если имеет сочетанная патология и если агрессивно. Понятно, но я считаю, что здесь связано с тем, что именно возраст и сочетанная патология влияют на выживаемость. У нас нет возможности увеличить выживаемость. Нет метода ранней диагностики, нет больше эффективных методов лечения и выживаемость не увеличается в этот период. Да, она не может увеличиться. Плюс мы знаем, что высокий процент ромбообразования при данной патологии и, в общем-то, с этим связано. Спасибо. Спасибо. Представительная железа. Мы исследовали тоже данные. У нас получается как вниз? Во-первых, что по всей Европе отмечается некоторое улучшение выживаемости пятилетней. Наиболее яркая картина также представлена в Восточной Европе. Там следует сказать, что максимальная выживаемость у нас в Центральной Европе. Значит, минимальная в Восточной Европе отмечается в Болгарии, там не более 50%. Сейчас мы вернем назад. Также мы проследили то, что с увеличением возраста пятилетняя выживаемость также уменьшается. При этом относительный риск, он, скажем, выпадает в середину. То есть у нас самые ранние пациенты, относительный риск, у них получается пятилетней выживаемости чуть меньше, чем в группе от 55 до 74 лет. И уже после 74 лет, опять же, относительная выживаемость, опять же, снижается. А какие изменения в диагностике и лечении этот рак, ты думаешь, оказали влияние на тенденции? Какие изменения в диагностике и лечении? Ну, во-первых, это, как я понимаю, более ранняя диагностика сейчас проводится уже, более качественная. А по лечению? Лучевая терапия, хормональное лечение. Да. Ну, вот, все тогда, наверное. Но личные новые методы для лечения в последние годы? Ну, я просто не врач, поэтому немножко не могу ответить на вопросы. Хорошо. Хорошо. Да? Мы пришли к тому, что это гормонозависимый рак, поэтому у нас в скрининге есть ПСА, простатический антиген. И у нас лечение, которое позволяет работать на уровне гормональном. Да. Что значительно улучшило именно пятилетнюю выживаемость. Да. Хорошо. Спасибо. Да. Я согласна. Все согласны? Да. Здесь вот вверх. Да. Как это вообще можно подсвечивать? В общем. Голова и шея. Мы анализировали частоту, мы анализировали пятилетнюю выжимаемость пациентов с опухолями локализации головы и шеи в странах Европы. Наибольшая встречаемость опухолей локализации головы и шеи наблюдается в странах Центральной Европы. Меньше всего встречаются в странах Восточной Европы и Северной Европы. Максимальная выжимаемость пятилетней выжимаемость в странах Северной Европы, а минимальная пятилетняя выжимаемость в странах Восточной Европы. При анализе пятилетней выжимаемости по возрастам наблюдается лучший показатель пятилетней выжимаемости в группе у женщин, вне зависимости от возраста женщин. Если смотреть по встречаемости по возрастам этой нозологии, чаще всего у мужчин опухоли головы и шеи выявляются в возрасте 50-60 лет, а у женщин дополнительно к 50-60 годам есть дополнительное увеличение частоты этих заболеваний после 75 лет. Если рассматривать выживаемость пятилетнюю по отдельным, пятилетняя выжимаемость в различных странах достаточно стабильная, имеются небольшие отклонения, допустим, снижение пятилетней выживаемости у пациентов с опухолями. У пациентов с опухолями локализации носоглотки в Восточной Европе или, допустим, снижение пятилетней выживаемости у пациентов с опухолями полости рта точно так же в Восточной Европе в промежутке между 2002 и 2004 годом. Нам очень сложно интерпретировать причину, по какой случилось снижение пятилетней выжимаемости, но очевидно, можно предположить, что изменение стандартов лечения, либо переход на новые стандарты лечения европейские, то есть временное такое снижение, плюс, да, возможно, играет роль либо фальсификация данных, либо ошибка при сборе всей статистической информации. А что ты думаешь об влиянии социально-экономическими факторами, потому что ты знаешь для того, что многие из пациентов, может быть, не могут позволить своевременное лечение, и когда социально-экономическая ситуация улучшается? Да, в выживаемости пятилетней соответствует экономическому кризису 2004 и так далее. Ну, это правда. Да. Здесь я немножко вмешаюсь. Вы говорили про опухоли полости рта, да? Да, да. Изменения в странах Восточной Европы. Да, Восточной Европы, небольшой провал на протяжении 2004-2005-2002 года. Ну, смотрите, да, я полностью согласна с тем, что вы здесь обсудили. Единственный момент, что здесь вообще тренд за эти годы статистически недостоверен. То есть изменения на графике есть, но на самом деле мы не можем утверждать, что действительно что-то изменилось. Ну, вы видите, что для всех обсудленных локализаций выживаемость в Восточной Европе самая низкая. И поэтому социально-экономическое состояние тоже оказывает влияние не только диагностика и лечение, но все связано. Да, спасибо большое. Кому? А сейчас? Хранопровод. А что дальше? Пищевод. Хранопровод по-болгарски. Так можете, да, вывести на экран, просто я проще устную объясню. У нас рак пищевода, анализ пятилетней выживаемости, как и в других онкопонозологиях, у нас пятилетняя выживаемость лучше всего в Центральной Европе. Дальше идут страны Ирландии и Великобритании. Третье место для меня просто удивление – Северная Европа. Я думала, что у наших северных соседей, ну, если не лучше, чем в Центральной Европе, то на таком же уровне. Далее идут Южная Европа и Восточная Европа, как и везде тренды. Если разбирать страны и причины, ну, Центральная Европа, в принципе, понятна. То есть основная, вот, по этимологии, да, то есть по причинам развития рака пищевода, сколько известно факторы, такие жизненные, да, то есть различные привычки, то есть еды, курения, такого рода, да, то есть генетических предпосылок каких-то выделить сложно. Ну, как бы, я о них не знаю. И в пользу социально-экономического фактора говорит то, что лучше всего желаемость, то есть у нас в Бельгии, да, дальше идет в Швейцарии. Однако, хоть я не эксперт, да, в экономике такая страна, как Дания, она даже уступает в Финляндии. Но в Финляндии очень мощная социальная поддержка правоохранения, что может сказываться на выживаемости. Если мы посмотрим на южные регионы, то здесь видим, что в Италии, да, то есть в южном регионе выделены страны Хорватия, Италия, Мальта, Португалия, Словения и Испания, да, то есть у Италии лучше всего с экономикой, ну, и в результате, может быть, это сказывается на выживаемости. В случае рака пищевода, да, то есть очень влияет, да, насколько я понимаю, именно пищевые предпочтения и вот эти группы, которые объединены здесь, они объединены, в принципе, по культуре и по пищевым предпочтениям населения, да, то есть их мы и так вот и сравниваем. Восточная Европа, возможно, да, действительно, вот сказал, ну, тоже человек, как бы связан в биологии, менталитет очень сильно влияет на выживаемость, на мой взгляд, потому что там современная диагностика, различные скрининговые программы и так далее, но на скрининговые программы пациент должен прийти, вот, и его надо охватить, да, то есть сейчас все больше работодателей, это частные работодатели, и принудить, то есть, ну, если это госслужба какая-то, да, то есть всех отправили на скрининг и все пошли, а заставить частного работодателя отправить в свой рабочий день пациента, ну, предполагаемых, да, то есть, как бы обследуем их, очень сложно. По поводу роста выживаемости, это опять-таки страны Северной Европы, Ирландии, Великобритании и Центральная, как и другие нозологии в Восточной Европе и Северной Европе, фактически рост наблюдается, но он недостоверный, да, то есть, ну, наверное, еще, ну, относительно южных регионов могу сказать, что, может, у них и менталитет такой, что, вот, они живут сегодняшним днем и, вот, и, в принципе, радуются. По поводу различия в возрастных группах, ну, как и предполагается, лучше всего, не лучше, а дольше всего живут люди возрастной группы 15-44, но это можно объяснить просто молодостью, и тем, что в этом возрасте, там, ну, общее состояние организма, там, лучше, как бы, и все лечение переносится легче. И, ну, и, как следует ожидать, женщины гораздо лучше чувствуют себя с различными онкопатологиями, да, то есть, живут дольше. Из таких, вот, я только сейчас себя поймала на мысли о том, что смотрят пятилетнюю выживаемость, да, то есть вопрос с онкологическими больными не только, чтобы они жили пять лет, ну, дольше, как бы, а качество жизни. Качество жизни, не, может быть, какими-то методиками оценивается, но мы о них сейчас вообще не говорили, и на протяжении курсов, да, то есть, акцент делается именно на выживаемости, да, то есть, нам пять лет дотянул он, вот, и, вот, перешел в эту границу и все. А как он жил, никто не знает. Ну, а для твоей последний вопрос, известно, мы имеем наличные методы, как оценивать качество жизни, и, возможно, включить в следующие курсы изучение этих методов, потому что это очень важно. Спасибо. А вот протоколы Еврокия и другой, они учитывают именно качество жизни онкобольных? Да, используются и вопросники, и другие скалы, и измерения эффекта, и страничные эффекты лечения, другие изменения в жизни пациентов и семья. Надежда, а Вы можете сказать, в какой стране лучше всего чувствовать себя онкобольные? Ну, какой-то суммарный коэффициент. Ну, где лучше всего онкобольные себя чувствовать? Нет, не знаю. Спасибо. Да, с Вашего позволения я сразу перейду на этот график. Как можно? Вот, спасибо. И по нему попробую. Ну, на самом деле, как мы видим, в желудке выживаемости рака желудка мало что поменялось, и мало что меняется, что было в 20 веке, что сейчас выживаемость сильно не меняется. Что бы это было ни за стороны, неважно. Возможно, это связано, опять же, с тем, что скрининг рака желудка до сих пор не налажен, только, возможно, в Японии, где заболеваемость другая, другие цифры совсем. По раку желудка там внедрён скрининг, и ранее выявление, на ранних стадиях позволяет уже менять и выживаемость, и заболеваемость, в том числе, в лучшую сторону. Ну, как мы видим на этой таблице, ну, как и в предыдущих, опять же, случаях, дела лучше всего обстоят все в Южной Европе. Ну, для меня лично открытие, почему в Англии такая низкая выживаемость, 15%, и, в принципе, не меняется, я, честно, не могу объяснить, я не знаю. Ну, возможно, это связано с биологией опухоли, биологией опухоли именно вот в Англии или в Восточной Европе и так далее, потому что, в принципе, лечение, даже вот появляется лапароскопическая хирургия, но она не сильно влияет на выживаемость, она не изменила ничего, в принципе, хирургия желудка. Как так осталось, цифры такие же остались. Вот. А как ты думаешь, возможно, если есть наличные эффективные методы для лечения, которые оказат влияние в будущем на выживаемость пациентов? Ну, наиболее эффективный метод – это, скорее всего, ранние выявления на ранних стадиях, когда еще возможно вылечить эндоскопически, не прибегая к серьезным операциям в виде гастроктомии, в виде резекции желудка, когда еще можно удалить это более мягким путем, менее травматичным. Ну, и скрининг, опять же, как в Японии, который сильно распространен. Ну, на самом деле, операции в Японии и в Европе не отличаются, не вообще, почти не отличаются. Если стадия одинаковая, то вряд ли операция в Японии изменит что-то сильно в операции в Европе, они не будут сильно отличаться. Вчера на секции по скринингу мы говорили, он с другим скрининг раз в сутках, он не привел с эффективностью. Не привел с эффективностью. В целом, снижается, как и в тех странах, где такой скрининг права с эффективностью, либо в этом нет. Вчера тоже об этом. Да, если ты здесь обнаруживаешь, то ты не там пошел. Опять же, какая стадия, опять же. Если обнаруживается на первой стадии, то... Со скрининг он не влияет, он влияет на смертность. Почему не влияет? Ну, цель скрининга – это снизить смертность. Я говорю, биология опухоли, она играет очень важную роль. Возможно, даже первоочередную. Скрининг он влияет, кстати. Вы же пальцы. Я говорю про смертность, хорошо. Если вы закончили, мне есть что сказать по поводу рака желудка. Что? Если вы закончили свое выступление, то мне есть что сказать по поводу рака желудка. Хорошо, я обязательно. Ну, то есть, чтобы я не прерывал вас. Но если нет больше вопросов ко мне, то да. Нет, просто если мы вас попросим, то расскажем. Хорошо. Дело в том, что когда мы с вами говорим о заболеваемости, пятилетнюю выживаемость рака желудка, а также его скрининг, и как все эти данные изменяются по странам мира, нужно знать точно, о чем именно мы говорим. Это может быть либо рак желудка, собственно, под которым мы понимаем рак средний и дистальный третий, либо же гастроэзофагиальный рак. Так вот, в развитых странах заболеваемость рака желудка, то есть средняя, нижняя треть падает, а заболеваемость гастроэзофагиальным раком возрастает. Не будем остановиться на причинах, почему так происходит. Это могут быть как особенности питания, так и причины, неизвестные нам. А в случае же, в случае с, собственно, раком желудка, вне зависимости было правильно сказано от программ скрининга и методов эндоскопического лечения рака Т1А, заболеваемость падает. Вот поэтому, когда мы проводим анализ выживаемости, например, в Южной Европе, то всё-таки это страны с более низким уровнем жизни, и там заболеваемость больше раком желудка, а не гастроэзофагиальным раком. И рак желудка в плане прогноза является более доброкачественным, потому что радикальное хирургическое лечение в комбинации с химиотерапией позволяет достичь выживаемости где-то порядка 30-35, некоторые даже дают 40%. А стандарты лечения гастроэзофагиального рака разрабатываются по сегодняшний день, и в частности типы рака Зиверт-1, Зиверт-2 относят уже к раку бищевода, соответственно, объём операции должен быть как при раке бищевода. Эти операции более тяжёлые, сложнее переносятся пациентами, а также требуют химиолучевого лечения. Спасибо большое, это очень важное уточнение, потому что при анализ выживаемости ма и надо тоже читать эти факторы, локализация, подлокализация опухоли и тоже морфологически вид тумора. И поэтому организаторы Eurocare 6 будут отчитывать тоже эти особенности и будут проведить анализ по морфологически вид и по подлокализация опухоли, где информация налична. Если информация не налична, они не могут отчитать влияние эти факторы, но если информация налична, они будут проведить более детальный анализ выживаемости. это очень важно, это в литературе вы можете встретить как case-mix, adjustment. Нет, если я правильно его поняла, то в тех странах, где эндоскопически убирают даже глиматозные полипы, там меняется структура по разным организациям живого? Нет, структура заболеваемости меняется вне в зависимости от скрининга и новых методов лечения. То есть, может, не заболеваете другу? Нет, да, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я так думаю, что цифры выживаемости связаны с тем, что это рак желудка, который более доброкачественный, или же, а страна, это идеальный рак желудка, который сейчас речит дальше уже как рак пищевода. И вот, в развитых странах увеличивается количество гастроэзотергиального рака, следовательно, и результаты его лечения менее удовлетворительны, следовательно, выживаемость меньше. А в развивающихся странах рак желудка, результаты лечения которого лучше. Алена, у нас есть времени для… Да, еще есть несколько минут. Минут десять. Толстая кишка у нас там. Если можно, я… Можно сидеть, да? То есть я не могу не вставать? Да, можно, да. Если мы посмотрим на общий график, мы увидим то, что тенденция пятилетней выживаемости, она примерно находится на одном уровне, может быть небольшое увеличение сейчас идет по данной локализации. Если по регионам взять, то лучше всего дело обстоит в странах Центральной Европы, и хуже всего, как уже было при других локализациях сказано, дело обстоит со странами Восточной Европы. Соответственно, если мы посмотрим по возрасту, по возрасту, то пятилетняя выживаемость будет, если взять, например, допустим, регион Северной Европы, пятилетняя выживаемость будет лучше в молодых группах и, соответственно, хуже у пожилых. Чем можно объяснить вот такую, так сказать, динамику заболеваемости, то есть выживаемости? Вероятно всего, в странах, как уже говорилось, в Восточной Европе, они более низким уровнем жизни, наверное. Соответственно, там хуже данное заболевание лечится и хуже выявляется, наверное, позже выявляется. Ну, здесь, в Восточной Европе, не такая большая разница с другой регионой. Почему ты думаешь? Потому что вообще, наверное, все страны Европы, они как бы уже подходят к изменению диеты, которая влияет на рак молочной железы. Ой, извините, на рак толстой кишки. То есть пониженное количество жирной пищи и повышенное количество клетчаток, содержащей пищи. Я думаю, это во-первых. Во-вторых, работает скрининг очень эффективно, который включает в себя выявление кала на скрутую кровь, ректороманоскопию и что еще там? Тотальную колоноскопию, да, тоже может быть. То есть вообще во всей Европе данный скрининг работает хорошо, и поэтому, наверное, по всем регионам, в общем-то, тенденция, она достаточно одинаковая. Можно так сказать, наверное. Когда мы смотрели по полу, мужчины и женщины каких-то существенных различий тоже не обнаружили. Таким образом, наверное. Ну да, ты думаешь, что биологические характеристики тумура тоже влияют, потому что нет разлика мужчина и женщина, и не только большая разлика регионной Европы лечения. То есть влияет ли биологическая особенность, вы имеете в виду? Ну, возможно, да, как это есть. Хотя тут, опять же, тут каких-то вот явных, чтобы какой-то регион сильно отличался от другого, нет такого все-таки, нельзя сказать. Поэтому общая такая тенденция идет все-таки к увеличению пятилетней выживаемости, если общий график мы посмотрим опять, незначительно, но все равно. Я думаю, что за счет скрининга, в первую очередь. Спасибо. Другие комментарии? Тогда следующие. Молочная железа. А с графиков можно начать? Ниже, ниже. Это не наше. Как видно из графиков, тенденция к улучшению выживаемости наблюдается в течение пяти лет, однако более выражена она в странах Восточной Европы, Англии и Ирландии и в Центральной Европе. Северная Европа и Южная Европа, как мы видим, в последние годы по графику занимают, скажем так, плата, ну, наверное, достигли этого уровня, уже больше которого пока трудно достигнуть улучшения выживаемости. Что касается цифр. В Северной Европе лучшая выживаемость, и здесь возможным фактором повышения этой выживаемости может быть преобладание группы молодых пациентов, то есть группы 15-44 лет, либо пациентов группы более 75 лет, где, в общем-то, выживаемость выше, и это непосредственно зависит от возраста пациентов. Из возможных факторов, почему из других факторов может быть, конечно же, как уже говорили выше, это и эффективность скрининговых программ, это различные подходы в лечении, различное оснащение клиник, ну и, наверное, менее актуально это обеспечение медикаментозными препаратами, что более актуально для стран постсоветского пространства, где, в общем-то, есть определенные проблемы, и если мы будем говорить конкретно о Украине, там не всегда есть возможность, в больших случаях ее нет, это отсутствие таргетной терапии, химия препаратов, и из-за этого, в общем-то, выживаемость их будет намного хуже. А как ты думаешь, может мы ожидать лучшей выживаемости в следующий период? В тех регионах, где она низкая сейчас? Да. Ну, это все будет зависеть, в первую очередь, от реализации того, что я выше сказал, если будут созданы условия для повышения выживаемости, тогда и будет, соответственно, улучшение выживаемости. Ну и... Что-что? А что указывает френдер? Да. Спасибо. Другие комментарии? И Рака Легкого. Легкая здесь. Последняя. Проводишь? Нет. Ну, приведенные данные с европейского журнала Рака, представленные в 2015 году, результаты автора Франциска, за 2000-2007 годы, представлен европейский регион по странам в половом различии в целом. Мы видим, что показатели выживаемости в целом по европейскому региону составляют 5-летние, наблюдаем... Нет, это относительное, да? 13 процентов. Наихудший показатель в региональном разрезе представлены в странах Великобритании и Ирландии 9 процентов. Ну, во всех изучаемых регионах, которые по локализациям были сказаны, по Раку Легкого имеются статистически значимые разницы, поскольку их 95-процентные доверительные интервалы не накладываются. Касательно прогноза в целом по возрастным группам отмечено, что высокое количество случаев регистрируется в возрасте 65-74 года. Это характерно как для мужчин, а у женщин высокий удельный вес больных встречается в старших возрастных группах. Ну, показатели наблюдаемой относительной выживаемости практически хуже у мужчин и хуже во всех возрастных группах, при этом с увеличением возраста показатели выживаемости снижаются. Ну, за этот период времени, в котором мы слушали лекции, влияет очень много факторов, как экзогенного и эндогенного характера. Что хотелось бы отметить в региональном разрезе еще, ну да, отличается, потому что здесь особенности организации медицинской помощи в различных регионах Европы. В динамике, если бы эту диаграмму немножко… А, кстати, я бы не согласился с автором, да, что это рак легкого у взрослого населения, поскольку он предоставляет 15 лет, а по определению ВОЗ детский возраст ограничивается до 18 лет. И взрослый рак считать надо с 18 и старше. Вот некоторые замечания автору. Касательно пятилетней выживаемости в динамике, то мы… я бы здесь, ну, как бы искусственно увеличил бы верхнюю границу 20, сделал бы, чтобы нагляднее было и было бы видно тогда. В целом намечается тренд к улучшению незначительному, поэтому сложно сказать, у него чисел не видно, не видно 95% на верительных интервалов, но тенденция к этому есть. К сожалению, сохраняется региональная разница, худшие показатели – это в Великобритании и лучшие показатели в Центральной Европе. Как ты думаешь, да, лечение, может, мы надеемся, что в будущем это можно улучшить, или я знаю, что скрининг обсуждается, методы скрининга. Видите, здесь результаты представлены 2005-2007 годом, поэтому уже, может быть, наверняка есть свежие результаты, которые очевидно покажут, что есть какие-то положительные результаты и скрининга, и в целом лечение этих пациентов, поэтому сложно сказать. Мы можем надеяться… Надеяться всегда надо, конечно. Всегда надо. Другие комментарии? Да. Если посмотреть на графики, в частности, про молочную железу, там, где говорится о выживаемости и раке легкого, какие-то не очень адекватные. Почему? Потому что там, скорее всего, леченные пациентки были указаны, потому что пятилетняя выживаемость 80 – это выше процентов. А здесь рак легкого, то есть это, грубо говоря, показано пятилетняя выживаемость, я не знаю, это не леченные боли, то есть все вместе. Как-то таблицы какие-то странные, потому что все же знают показатели пятилетней выживаемости личных и нелеченных больных при раке легкого и при раке молочной железы. То есть тут как информация в Евроке, а видно, какая-то не всегда… Да, я здесь полностью согласна с вами, что, наверное, были гораздо нагляднее графики таблицы, если бы было известно, какие пациенты пролечились, а какие нет. Но, насколько я понимаю, из вот этих таблиц, которые мы имеем, это просто данные из раковых регистраций, то есть это только на основании диагноза пациентов. То есть мы не знаем, лечили их, не лечили. Нет, судя по цифрам, здесь просто все больные раком легкого, которые лечены и не лечены. То есть это, можно посмотреть, это данные, которые везде практически такие. Единственное, что, конечно, в Европе они чуть меньше, восточные. А вот по молочной железе там однозначно леченные пациентки показаны, потому что высокая передняя выживаемость. Такого не бывает, если там были показаны не личные также. Много аспектов влияет на это, естественно. И этому спасибо, что приводятся какие-то обобщенные данные. Если в перспективе анализировать, надо этнические группы, может быть, уменьшить и возрастные группы, пересмотреть возрастные группы определенные. Вот удивляет, почему все-таки в Великобритании очень низкие показатели выживаемости. Может быть, какие-то климатические факторы тоже влияют? Я с рисковой отметил Вашего времени. Значит, орган, у которого богатое кровообращение и богатое кислородонасыщение, он дает возможность опухоль очень быстро растет. Учитывая то, что этот орган расположен на самые магистральные пути жизненно важных органов, маленькие опухоли могут, респективно с биологией опухоли, дать большие поражения за короткое время, чем, скажем, молочные железы или другие органы. Я очень рад, что Вы так хорошо и глубоко рассуждаете на эту тему. Но это несовместимые величины, потому что рак легкого, он в общем имеет плохие результаты, несмотря куда лечит, там, в Англии или в Болгарии или в Руси, потому что методологика лечения одна, а скрининг, отказание курения и все остальное, это другое дело и государственная политика. Я согласен с Вами. Может быть, если изучать рак легкого в горных регионах, то, что и делают специалисты из тех регионов, там показатели выживаемости может быть лучше, поскольку гипоксия своего рода является экспериментально доказанным, тормозящим эффектом, и частота рецидивов, и метастазов там реже, чем нежели в странах, живущих ниже над уровнем моря или ближе к уровню моря. То есть надо много, это о чем говорят, уважаемые коллеги, о том, что у нас очень богатый, большой материал для перспективных исследований. Вот Вам и Ваши диссертации, и научные направления, гранты. Спасибо. Вы надо помнить, что это анализ выживаемости на популяционный уровень. Если у Вас данных пациентов от Ваши клиники или больницы, Вы можете иметь более детальные данные для лечения, другие факторы, молекулярные индикаторы и другие, и Вы можете сделать Ваш анализ. Но когда Вы хотите сравнивать анализ на популяционный уровень и регионной Европы или в мире, это невозможно, имея доступ до детальные данные для лечения и так далее. Но этот анализ, он не совершен, но он очень необходим для улучшения политиков в области здравоохранения. И для полисимейкерс, для тех, которые принимают решения, это наполно достаточно. Они не имеют извинений. Да. Надя, большое спасибо за столь интересный семинар и лекции. Большое спасибо всем за активное участие. На этом первая половина нашего сегодняшнего курса завершена.